Глава 13. Прекращение трудового договора. Глава 13. Прекращение трудового договора по инициативе работника. 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 Глава 14. 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 Прекращение трудового договора по инициативе работника. а также в случаях установленного нарушения работодательно-трудового законодательства и иных нормативно-правых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в сроке, указанной в заявлении работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим кодексом и иными федеральными законами не может быть отказан от заключения трудового договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Судовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях 1. Ликвидации организации, либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 2. Сокращением численности или штата работников организации индивидуального предпринимателя. 3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 4. Смена собственника имущества организации в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера. 5. Неоднократного неисполнения работника безуважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 6. Однократного грубого нарушения работников трудовых обязанностей. 6. Прогула, то есть отсутствие на рабочем месте безуважительных причин в течение всего рабочего дня смены, независимо от его и ее продолжительности. 7. А также в случае отсутствия на рабочем месте безуважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня смены. 8. Появление работника на работе, на своем рабочем месте, либо на территории организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию, состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 9. В. Разглашение, охраняемое законом тайны, государственной коммерческой служебной иной, ставшей известной работником в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашая персональных данных другого работника. 10. Г. Совершение по месту работы хищения, в том числе мелкого, чужого имущества, растраты умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением сути органа должностного лица, полномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 11. Установленного комиссией по охране труда или уполномоченного охране труда нарушения работникам требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, несчастные случаи на производстве аварии и катастрофы, либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий. 12. Трудовой договор также может быть расторгнут работодателем в случаях 7. Совершение виновных действий работникам, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 8. Совершение работникам, выполняющим воспитательные функции аморального поступка, несовместимым с проложением данной работы. 9. Принятие необоснованного решения руководителем организации, филиала, представительства, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации. 10. Однократного грубого нарушения руководителем организации, филиала, представительства и его заместителями своих трудовых обязанностей. 11. Представление работников, работодателю подложенных документов при заключении трудового договора. 12. Тратил силу. 13. Предусмотрено трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации. Также трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае других случаев, установленных настоящим кодексом и иными федеральными законами. 14. Порядок проведения аттестации. Пункт 3, части 1 и настоящей статьи устанавливается трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими норму трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 15. Увольнение по основанию предусмотренным пунктом 2 и 3 части 1 и настоящей статьи допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся работодателя работу, как вакантную должность или работу в соответствующей квалификации работы, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 16. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 17. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором с соглашением и трудовым договором. 18. В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, рассторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 18. Увольнение работника по основанию, предусмотренным пунктом 7 или 8, части 1 из настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный поступок совершенного работника вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 18. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя, за исключением в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуально-предпринимателя в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 18. Статья 82. Обязательное участие выбранного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя, при принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2, части 1 статьи 81. 18. Настоящий кодекс. Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выбранному органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников, не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и или территориальных соглашениях. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по основанию предусмотренных пунктами 2, 3 или 5 части 1 статьи 85. Настоящего кодекса производят с учетом мотивированного мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Настоящего кодекса. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с пунктом 3, части 1 статьи 81 Настоящего кодекса, состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выбранного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. К коллективным договорам может быть установлен иной порядок обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независимым от воли сторон. Статья 84. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независимым от воли сторон. Статья 84. Прекращение трудовых отношений, военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, крупные аварии, эпидемии, другие чрезвычайные обстоятельства, если данное обстоятельство признано решение правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ. 8. Дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность исполнения работникам обязанностей по трудовому договору. 9. Истечение срока действия при установлении действия на срок более двух месяцев или лишения работника специального права лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правами актов РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работникам обязанностей по трудовому договору. 10. Прекращение допуска государственной тайны, если выполняемая работа требует такого допуска. 11. Отмена решения суда или отмена признания незаконным решением государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе. 12. Приведение общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами безгражданства в соответствии с допустимой долей таких работников, установленных правительством РФ для работодателей, осуществляющих на территории РФ определенные виды экономической деятельности. 13. Прекращение трудового договора по основанию предусмотрено пунктами 2, 8, 9 или 10 части первой настоящей статьи допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, как вакантную должность или работу соответствующей квалификации работников, так и вакантную ниже стоящую должность или ниже оплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 14. При этом работодатель обязан предлагать работнику все, отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 15. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашением и трудовым договором. 15. Трудовой договор по основанию предусмотренным пунктом 12 части первой настоящей статьи прекращается не позднее окончания срока, установленным правительством РФ для приведения работодателями, осуществляющими на территории РФ определенный вид экономической деятельности общего количества работников, являющихся иностранными гражданами или лицами безгражданцев в соответствии с допустимой долей таких работников. 16. Прекращение трудового договора вследствие нарушения, установленных настоящим кодексом или иным Федеральным законом обязательных правил заключения трудового договора. 16. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения, установленных настоящим кодексом или иным Федеральным законом правил его заключения пункта 11 части первой статьи 77 настоящего кодекса, если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы в следующих случаях. 16. Заключение трудового договора нарушения приговора суда о лишении конкретного лица права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью. 17. Заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным Федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами РФ. 18. Отсутствие соответствующего документа образования, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с Федеральным законом или иным нормативно-правовым актом, либо заключение трудового договора нарушения, установленных Федеральными законами ограничений, запретов, требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан в вольность в государственную или муниципальную службу. 18. Заключение трудового договора в нарушении постановления судей органа должностного лица, полномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о дисквалификации или ином административном указании, исключающем возможность исполнения работников обязанностей по трудовому договору. 19. Либо заключение трудового договора в нарушении, установленных Федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной службы. 20. В других случаях, предусмотренных Федеральным Законом, трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работы, так и вакантную ниже стоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 21. При этом работодатель обязан предлагать работнику все, отвечающие угазанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, предлагать вакансии в других местностях работодателю обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудовым договором. 21. Если нарушение, установленных настоящим кодексом или иным Федеральным Законом, правил заключения трудового договора допущен не по вине работника, то работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка. 22. Если нарушение указанных правил допущено по вине работника, то работодатель не обязан прилагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не выплачивается. 22. Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 23. Прекращение трудового договора оформляется приказом распоряжения работодателя. С приказом распоряжения работодателя прекращения трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать его надлежащим образом заверенную копию указанного приказа распоряжения. В случае, когда приказ распоряжения о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе распоряжения производится соответствующая запись. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с настоящим кодексом или иным федеральным законом сохранялось место работы, должность. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего кодекса. По письменному заявлению работник и работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Зайпись в судовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью. Часть статьи, пункт статьи настоящего кодекса или иного федерального закона. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случае несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию предусмотренного под пунктом А, пункта 6, части 1, статьи 81 или пунктом 4, части 1, статьи 83 настоящего кодекса. И при увольнении женщины срок действия трудовой договора, который был продлен до окончания беременности в соответствии с частью 2, статьи 261 настоящего кодекса. По письменному обращению работника, не получивший трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.